Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Константин. У нас на дворе 1 сентября. Я уже перевернул свой календарь. Надеюсь, и вы тоже. Наступает школьная пора, пора учебы. Это значит самое время задуматься о выборе ноутбука. В данном случае у нас на обзоре мини ноутбук Asus VivoBook с процессором Ryzen 7 4800HS. На примере него я расскажу, на что обратить внимание при выборе ноутбука для работы и учебы. Мы разберем все аспекты, и мне кажется, я многим помогу при выборе ноутбука. Но начнем по порядку. Любой ноутбук нужно выбирать под конкретную задачу. Так и в этом случае ко мне обратился мой старый покупатель из города Вологда. Это с задачей. Нужен ноутбук для работы в AutoCAD и также в компасе 2022 года. Под эти задачи был выбран именно этот ноутбук. Чем же он примечателен? Он примечателен многими характеристиками. Начнем мы, пожалуй, с дисплея. При работе в графических программах нужно, чтобы был качественный дисплей. Со световым охватом 100% SRHGB, для того, чтобы цветопередача была корректной и точной. Также он подойдет для тех, кто занимается в работе в фотошопе, в графических видеоредакторах, либо занимается проектированием. И берегите ваши глаза, ведь в первую очередь от дисплея вашего ноутбука будет зависеть, насколько сильно у вас будут уставать глаза. Второй вариант, на который обращаем внимание, это форм-фактор ноутбука. Существует три форм-фактора. 14 дюймов, 15,6 и 17 дюймов. Это самые распространенные ноутбуки. В данном случае у нас компактный форм-фактор, 14 дюймов. Он позволяет брать ноутбук как на работу, так на учебу, в путешествии и так далее. При этом он очень компактный и не занимает много места. Согласитесь, это очень важное преимущество. При этом здесь стоит очень мощный процессор, о чем мы поговорим с вами дальше. Если мы с размером и типом дисплея определились, да, кстати, про тип дисплея еще нужно сказать пару слов, настоятельно рекомендую вам выбирать либо же IPS, либо же OLED-матрицу. ТН лучше не рассматривать, ввиду того, что все-таки от них глаза устают посильнее. Кроме того, нужно смотреть, чтобы разрешение было 1920 на 1080, либо 4К, что уже встречается гораздо реже в ноутбуках. И, в принципе, для большинства задач будет хватать и разрешения Full HD. До сих пор сейчас еще встречаются ноутбуки с HD разрешения, поэтому будьте внимательны. Яркость дисплея будет играть тоже немалую роль. В данном случае она составляет 250 кандел и является стандартной. 250-300 кандел это хорошо. Если вам попадется ноутбук с яркостью дисплея 400 кандел, это будет вообще замечательно. Но это уже в большинстве случаев прерогатива OLED-дисплея, потому что у них изначально яркость и цветность гораздо выше. О дисплее мы поговорили, поговорили мы с вами и о форм-факторе ноутбука. А теперь будем говорить о сердце, то бишь о процессоре. В данном случае в ноутбуке установлен процессор мобильный Ryzen 7 4800HS. Это, мне кажется, квинтэссенция инженерной мысли от компании AMD. В свое время, насколько я помню, большинство плевалось, когда слышало, что в компьютере стоял процессор от компании AMD. Все хотели себе Intel Core i5, лучше i7, а i9 это вообще была золотая мечта. Но вот как раз таки в 20-х годах все это изменилось с поколением процессоров Zen 2, к которому, кстати, относится данный ноутбук. Что же поменялось? Производительность стала гораздо лучше, процессоры стали менее теплонагруженными и они стали гораздо больше подходить для как раз таки работы и для игр. Обеспечивая лучшее процентное соотношение цена-качество за готовое изделие. Так и в данном случае у нас здесь стоит флагманский процессор 2021 года, который как никогда актуален даже сейчас в наше время и поэтому его как раз таки устанавливают в новые ноутбуки. В свое время он был дичайше дорогой, устанавливался только в большие игровые ноутбуки, а сейчас он встречается в ноутбуках для работы и учебы. И это на самом деле большая редкость. И давайте разбираться почему. Этот процессор примечательен тем, что имеют 8 ядер и 16 потоков, что обеспечивает феноменальную производительность. Кроме того, имеется встроенное графическое видеоядро Vega RX-7. Ну, кто-то просто называет Vega 7, у меня почему-то удобнее RX-7. Может быть из-за того, что я в свое время очень любил фильм Форсаж. Ну ладно, не об этом сейчас. И соответственно он годится для всех задач. Можно на нем проектировать, обрабатывать видео вплоть до формата 4К без сложных видеоэффектов, сразу же оговорюсь, потому что все-таки не стоит испытывать иллюзий на этот счет. Но, тем не менее, вообще это поколение появилось в конце 2021 года, если мне память не изменяет. И оно как раз таки произрастает из поколения Ryzen 7 4800H. Но, с той оговоркой, что это были самые лучшие чипы из этого поколения, которые обеспечивали наибольшую стабильность, при этом имели тепловой пакет 35 Вт, в отличие от поколения H, которое имело тепловой пакет 45 Вт. Вообще, для чего он нужен вам этот тепловой пакет? А тепловой пакет имеет ключевое значение как раз таки при ноутбучных процессорах, а не компьютерных. От него зависит, насколько будет троттлить ваш компьютер. То есть, что такое троттлинг? Все новые слова, но не переживайтесь, я все сейчас объясню вам буквально на пальцах. Троттлинг это когда ваш процессор сбрасывает частоту. То есть, при работе в производительной какой-нибудь, задача, например, проектирование, либо рендеринге, процессор сбрасывает частоту из-за того, что он сильно греется. И чем больше тепловой пакет, особенно это актуально для ноутбуков, тем, соответственно, процессор более горячий. Тепло нужно отводить, требуется более массивная система охлаждения, а в условиях компактного корпуса ноутбука это очень все становится трудно реализовать. И несмотря на это, то что у нас самый компактный ноутбук 14 дюймов, он не троттлит от слова совсем. Я проводил двухчасовой стресс-тест. Все показатели в норме. Ноутбук нагревается максимум до 85 градусов. При этом в большинстве диапазонов работы, если мы говорим не стресс-тесты, а обычная работа, либо же игры, температура будет находиться в диапазоне где-то 70 градусов, 76. Что очень хорошо. Частоты он не сбрасывает и шпарит по полной. Да, появляется гул от турбины, но тут уже никуда не деться. Если у вас мощное железо, то так или иначе система охлаждения будет достаточно шумно работать. Если же вы используете его для будничных задач, шума работы практически нет. Что тоже важно при выборе ноутбука. Ведь многие работают по ночам, а в случае если у вас есть домочадцы, то громкий шум может их помешать сну. После того, как мы разобрались с процессором, давайте поговорим о оперативной памяти. Сейчас минимальный, как мне кажется, стандарт для ноутбуков составляет 16 гигабайт. Если вы берете ноутбук с памятью объемом 8 гигабайт, обязательно посмотрите. То, чтобы слоты памяти были расширяемы. Потому что многие производители сейчас экономят и распаивают память на плате. Ее невозможно будет расширить. И это на самом деле достаточно плохо. Потому что тот же компас 2022 года требует для стабильной работы хотя бы 16 гигабайт памяти. А лучше больше. В этом случае у нас стоит 2 плашки памяти по 8 гигабайт, на DR4. Которые при необходимости можно будет расширить. И третий аспект, это соответственно качество корпуса. Почему-то многие забывают об этом, думая, что это не важно. Но на самом деле это не так. Здесь будет играть на то, как вообще раскладывается ноутбук. В частности, у Asus VivoBook есть возможность разложиться на 180 градусов. Их можно использовать при стационарной работе, при установке в док-станцию и так далее. Это на самом деле очень удобно. Знаю много о знакомых, которые работают с ноутбуками, подключенными к большому дисплею. И это у них как переносное устройство используется. Поэтому это хорошая возможность. И материалы корпуса играют, поверьте мне, значительную роль. Особенно если мы берем эксплуатацию на долгосрочный период. Опять же, почему? Потому что со временем, если пластик низкого качества, либо же металл сделан неудачно, то шарнирные соединения разваливаются, и соответственно требуется полностью замена корпуса. Что в современных реалиях дефицита запчастей на ноутбуке обходится дорого, долго и больно. Поэтому этому не нужно пренебрегать. И вот допустим, у компании Acer есть ряд провальных, откровенно, моделей, где качество пластика достаточно хрупкое. В свое время HP в период где-то с 17 по 19 год этим грешил. А про китайские бренды и говорить уж нечего. В данном случае здесь все сделано добротно. Петли металлические, с усиленным каркасом. То есть ноутбук как минимум 3 года аккуратной эксплуатации переживет без всяких проблем. После того, как мы рассмотрели материалы корпуса, можно остановиться на SSD накопителе. Здесь установлены SSD накопители на 512 гигабайт. Чаще всего встречаются накопители на 256, 512 либо терабайт. Жесткие диски почти уже канули в лету ввиду их малой эффективности и встречаются уж только на совсем старых ноутбуках. А CD-ROM, как тут недавно спрашивал клиент, а есть ли у ноутбука CD-ROM? Нет, CD-ROM и DVD-ROM уже канули в лету. И если необходимо их подключить, чтобы перенести ваши старые данные, можно использовать соответственно переносной портативный CD и DVD-ROM. Вот. Таким образом, здесь, кстати, можно также доустановить второй SSD накопитель при необходимости, и он будет замечательно работать. Подводя итог, нужно обращать внимание на все аспекты и выбирать ноутбук в комплексе. Если большинству консультантов, которые работают в крупных сетевых магазинах Eldorado, NVIDIA, либо же DNS, важно сбагрить вам товар, за который они получат больший процент по итогам месяца. надеюсь, я никому Америку не открыл, что так это все работает и устроено, то моя точка зрения заключается в том, что нужно подбирать ноутбук под конкретно вашу задачу. Подбирать ноутбук комфортный для ваших глаз, чтобы они не уставали при работе, с железом, который обеспечит вам работу на протяжении как минимум трех лет, а сам корпус будет очень надежным, и вам не потребуется тратить свое время, деньги на ремонт ноутбука. Поэтому, в случае необходимости, обращайтесь ко мне, я проконсультирую вас и помогу подобрать ноутбук именно под ваши задачи. Спасибо за внимание, за то, что смотрели это видео, надеюсь, оно будет очень полезным для вас. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь обращаться в комментарии, либо же лично звоните, у многих есть мой номер телефона, с удовольствием проконсультирую и помогу выбрать действительно подходящий ноутбук именно вам. Не забывайте также обслуживать свою технику, раз в год у ноутбуков, особенно производительных, следует менять термопасту, тогда они будут радовать вас долгой службой и безупречной работой. Всем спасибо за внимание, рад был видеть вас всех, до новых встреч, пока-пока!